Серёжа-пастушок Здравствуйте все, это Русская служба новостей Екатерина Родина, ведущая этой программы Здравствуйте, Кать, как поживаете? Доброе утро, здравствуйте Ну вот, давайте говорить о детях, которые работают Дети, 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 всё должны делать дети Президент Медведев сказал, что с 18 лет следует всех выбирать уже По-настоящему дело не в возрастном цензе Потому что и до этого с 18 или с 21 года можно было выбирать То есть по-настоящему 21 год от 18 чем отличается? Я не знаю чем, тремя годами? Ну, не очень сильно, а? Не очень сильно Ну, не знаю Пороговое что-то проходит, что от 18 до... В 18 лет ты только что закончил школу, а в 21 уже практически... Я в 16 закончил школу, а, ну да, ну да Хорошо, значит, в 18 я был порочен, а в 21 уже наоборот, беспорочен В 21 я уже сделался усталым от порогов А 3 года делают что-нибудь в жизни человека? Вообще? Вот, например, в 40-43 что-то делают? Если да, то 21 отличается от 18? Есть пороговые значения, их проходишь не в календарном смысле Пороговые толчками какими-то переходы есть Не знаю, нет, в 18 еще раз В 18 я был порочен А в 21? В 21 я был уже усталый от порогов Я уже был совершеннейший печорин такой в 21 А в 18 еще абсолютно увлеченный, абсолютно ищущий дна Ищущий дна, подобно Шувалову Я все время искал дно Я был Шуваловым в 18 А в 21 я уже сделался кудренным таким, понимаете Таким совершенно усталым от порочности От злобности и прочее, прочее Ну, слушайте, значит, не важно Главный подход Медведев предлагает не столько пороговые значения Сколько подходы Подходы вот какие Работать с детьми Работать с детьми всегда лучше, чем работать со зрелыми людьми Серьезно вам говорю Ну вот вообще, кроме шуток Понимаете почему? Потому что дети думают, что вы умный Это всегда удобно для руководителя Я когда-то спорил с одним из руководителей Нынешним руководителем Ну, нынешне уже, они же по много десятилетий Теперь не меняются Руководители федеральных каналов Я когда-то спорил о том, что Это совсем было еще в самых конце 90-х годов Я спорил, могу сказать, что я спорил с Олегом Добродеевым По поводу кадровой политики И я говорил, что я бы на его месте опирался на Зубров А Олег говорил, что он опирается на молодых И прав в этом смысле? Ну вот сейчас я думаю, я сейчас думаю, я сейчас думаю вот о чем С детьми легче ладить А вопрос тогда такой Зубры? Ну слушай, у меня зубры, работают зубры Один, значит, кладет здесь тарелочку с лимоном И каждую минуту отходит по пол стаканчика коньячку в шарах Потом лимончиком закусывает Понимаете и так далее У зубров есть какие-то свои привычки У зубров есть какие-то свои скандальные обычаи С ними трудно разговаривать Они все твои друзья Они тебе говорят Серег, ну я так вот не считаю, не надо делать А дети, они работают, работают Точка, они у тебя учатся Понимаете? Насколько подчиненный должен быть младший руководитель, чтобы считаться ребенком? Давайте спросим Давайте спросим 788-107-0 788-107-0 Вам тоже удобнее работать с детьми? Не правда ли? 788-107-0 Насколько моложе должен быть подчиненный? 788-107-0 Вы хотите работать с детьми Но какого возраста? Какого возраста дети вам нужны? Вспоминается крестовый поход детей Вон и Гута, который говорит, что все войны делают дети Это правда Ведь дети, они не дети в таком смысле А дети просто младше по возрасту Может быть на 10 лет или на 20 лет младше Дети во всех смыслах Потому что дети всегда хотят расчистить ареал А для того, чтобы расчистить ареал Они хотят свернуть А те, в свою очередь, руководят другими детьми, которые младше Послушайте, дети должны всегда найти предателя среди старших Которых хочет расчистить ареал А дети всегда хотят расчистить ареал Смыть родителей куда-нибудь в бачок такой Смыть родителей, понимаете? И они должны найти предателей среди взрослых Дети Которых возглавят против взрослых Война поколений Понимаете? Поэтому 18-летние, конечно 18-летние смотрят на унылые задницы в сюртуках Унылые задницы в лоснящихся брючках И думают, когда же они сдохнут? Когда же они сдохнут? Что же ждать, пока мы их вывезем на погост? Нет! Нет! Вам предлагается революция детей! Дети, вперед! 7-8-8-10-7-0 Насколько моложе должны быть дети, чтобы с ними было удобно работать? Алло, здравствуйте Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Игорь Добрый Да, Игорь, насколько моложе комфортные дети? Я хочу сказать, что 18 лет еще вообще-то не закончено у многих людей формирование мозга до конца А вы как врач говорите? Не слышу Вы как врач говорите? Вы врач, вы специалист? Я занимался электрофизиологией, мне эта тема известна Скажите, Игорь, я вижу вокруг себя толпы мужчин, которых до 40 лет никак не может сформулировать Правильно А поэтому, ну, 18 лет, 40 лет, они еще социально не созрели А в 18 они еще физически даже не созрели О каком ответственном принятии решений может идти речь? Вообще-то не о каком У них извилин не хватает Катя, не понял, может... Нет, подождите Может, у них как раз извилин хватает для того, чтобы работать? Извилин не хватает Уважаемый Сергей, я говорю сейчас, на самом деле, достаточно, так сказать, вещь печальную Во всех, в общем-то, исторических, как бы, социумах предшествующих Но не было, как правило, возможности у людей из столь юных принимать ответственные решения И использовать... Игорь, позвольте мне напомнить вам, что мясом революции и мясом войны и дети... Революция, это нездоровый социум, это рак, если можно сказать, социума Там все патологически, все плохо, все неправильно Но мясом всех больших движений в истории были дети Мясом, мясом Но это чудовищная вина взрослых Конечно Поэтому не надо детей, даже, так сказать, людей, которые там спорно в 18 лет дети Они уже не дети Не надо их делать очередным мясом, очередных сборок, которым они... Они созрели еще, они их не могут воспринять Вы правы, дети доверчивы, поэтому не надо им ворочить голову Конечно, дети не только доверчивы, дети не знают о смерти, поэтому они готовы умирать Дети знают о смерти Ничего они не знают, ничего они не знают Из компьютера они знают, что у них 9 жизней Ничего они не знают Короче говоря, я считаю, что слишком рано на ранние сроки сдвигать какие-то возможности Ясно, ясно, я вас скепсис абсолютно обоснованный и понимаю А во сколько можно? Во сколько можно, Игорь, извините? Знаете, вот я отвечу, может быть, вам это покажется немножко странным Я отвечу очень просто Вот, например, в монахе нельзя подстригать до 30 лет Потому что решение монашества не может быть ответственным примерно до этого возраста То же самое касается... Вы проводите параллели тоже 30 лет Я провожу параллели способности принимать ответственные решения Они примерно к 30 годам приходят к человеку Скажите, пожалуйста, эта норма в монастырях выработана уже в позднейшие времена или прежде? Нет, она существует... ну, в средневековье уже точно была Точно была А вы заметили, что нынешние взрослеют еще позже? Нынешнее... Да, да, да Нынешнее поколение... Да, но более инфантильно, да Абсолютно инфантильно Они не хотят принимать решения? Правильно Их тяготит принятие решений? Может быть, раздвинуть рамки, если в средневековье 30 лет считался... Нет, не нужно раздвигать рамки Нужно просто выстраивать нормальный, мне кажется, социальный институт Вот есть, скажем, такая попытка забавная Альтернативное, там, какое-то детско-юношеское правительство, да, при Москве? Вот, ну, пускай будут альтернативные парламенты Пускай там формируются какие-то мнения Если молодежь хочет с собой... Они будут играться, молодежь будет играться Значит, пускай они... ну, знаете, это неверно Они не будут играться Они будут пытаться быть взрослыми Эти попытки более зрелые люди могут анализировать Пускай эти параллельные структуры формируют какие-то свои мнения Которые могут потом учитываться, анализироваться и, может быть, пониматься Понятно, понятно, спасибо большое Позиция очень аргументированная, позиция очевидно понятная И тем не менее, послушайте Есть вещи, которые мы должны констатировать Игорь говорил нам с позиции, хорошо это или плохо А мы задали вопрос совершенно конкретный Мы сказали, тем не менее, несмотря на то, что это страшно печально Мясом всех движений в истории были дети Всегда дети делали все Их возглавляли взрослые Среди взрослых Дети всегда, в принципе, готовы низвергнуть мир Дети готовы не взвергнуть мир, потому что они хотят созидать свой собственный мир Для этого они должны низвергнуть мир родителей Они должны украсть жизнь у родителей Расчистить ареал от родителей Уничтожить родителей Свести их на саночках, как говорили Такие, знаете, у древних славян были такие На саночек, вавражек Ну вот И так далее То есть убрать родителей Отказаться от родителей Дети вообще, в принципе, готовы Нужно только, чтобы их кто-то науськал против родителей Нужно, чтобы их кто-то все-таки А такие найдутся всегда, я думаю Такие в нашем поколении есть Да, я готов возглавить крестовый поход детей Я готов, например, пожалуйста, Игорь Как это не печально, как это не плачевно Как это не гадко даже, я бы досказал Как это не антипедагогично Я готов, например, возглавить крестовый поход детей Нет проблем Отлично Понимаете? Да Когда выход? Когда пойдем? Да, громить это поколение зажравшихся родителей Конечно, погнали Ну вот Но я спрашиваю А вам, кого вы считаете детьми? С кем вам комфортно работать? Есть ли комфортный возраст работы с детьми? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте Ой, да, мы сейчас Да Меня зовут Люба Да, Люба Знаете, я проработала всю жизнь в государственных компаниях И вот могу сказать Когда ребята приходят после института Ну ни о чем Вот мне лично, как руководителю, удобно работать 30-32 30-32? Понятливые Желающие чего-то достичь Добиться Прислушивающие и идущие вперед То есть они даже, вот смотрю Сдвигают наших стартеров Да, 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 да И достигают, потому что осмысленно понимают, что То есть я вот себе беру У вас нет солидарности? У вас есть солидарность поколенческая? Не пускать их гадов? Поддержать пока Нет, вот нет Вы знаете, я наоборот Я мне нравится Ясно А скажите, пожалуйста, вы меняете штат каждые несколько лет? Потому что 30-32, они же не законсервированные? Да Нет, дело в том, что просто я меняла работу Мне пришлось, у меня Я моталась по командировкам Понятно Да, и мне доставались И такие ребята, и такие Вот сегодня я тебе главного бухгалтера взяла 30 лет Самое кто? 30 лет Спасибо, Люба Спасибо, Люба Но дело в том, что 30 лет сегодня 9-14 мы должны разлучиться Прежде, на секундочку мы должны разлучиться Но прежде я скажу одну истину Потрясающую В 30 лет, да В 30 лет это возраст По-настоящему взросление же сейчас намного позже происходит Вы знаете, да? И, типа, дети, которым 24, скажу я при Кате Значит, и это как примерно 12 Ну нет, ну не 12, может быть, 16 Хорошо Понимаете, да? Спасибо Современное поколение взрослеет к 30, это правда В 30 лет мужчина начинает думать о том, что он, а, должен чего-то уже достичь 30 лет Но, одним словом, начать работать 30 лет женщина, современная женщина в 30 лет Думает, что она должна кого-нибудь захомутать И уже пора вить гнездо и всякое такое Но до 30 лет они все еще дети Понимаете? Но это удобный возраст Да, удобный Только понимаете, в чем дело? В 33, в 35 их надо выткинуть И еще очень важную вещь пишет нам Дмитрий Нет, не Дмитрий Вот здесь была потрясающая вещь Это финт, чтобы не допустить поколения среднего возраста к управлению государством Перескочить через одно Перейти сразу к 18-летним А нынешние 30-35 летние хотят управлять государством А Медведев предлагает 18-летних То есть этих, этих Объегорить, перескочить А не дать им страну Сразу перейти к детям 9 часов 16 минут, погнали Русская служба новостей Реклама Для лечения зубов выбирайте новейшие технологии Современное оборудование и профессиональных врачей Клиника Агами Это комплексное решение и индивидуальный подход Точная диагностика, лазерная стоматология, экспресс-имплантация зубов Гарантия на все виды лечения Клиника Агами 10 лет безупречной работы 656-2323 Узнайте больше на Агами.ру Имеются противопоказания Проконсультируйтесь со специалистом Телефон рекламной службы 913-9963 Они умнее вас И с этим ничего не поделаешь Они известнее вас С этим придется смириться Их следует воспринимать всерьез В этот понедельник у микрофона Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман В эфире «Русская служба новостей» Титаны общества После 18.00 В эфире «Русская служба новостей» Радио РСМ Подъем Кошмары, кошмары нашей жизни Кошмары Вкус, вкус, вкус русской жизни Я сейчас путешествовал целую неделю Боже, я пропитан весь, пропитан Россией Я пропитан Россией Смотрите, прокуратура в Омске направила в суд Уголовное дело врача-стоматолога Которая, она женщина Она обвиняется в избиении двух своих пациентов Детей с ограниченными возможностями Она подносила им к носу смоченный, извините, в аммиаке ватный тампон Что вызывало сильное жжение на коже А когда они вели себя как-то, видимо, плохо Они постоматологически вели себя Кричали, когда им больно было Она их била Била И еще выражалась в адрес Детейна И теперь вот прокуратура возбудила Это вот это стоматологи-звери, да? 11 лет девочку она лечила И 8-летнего мальчика лечила И давал по мордамам за то, что они плохо ротик открывали А что? Вы были у стоматолога? Были Что там? Уже жутко? Расскажите Я никогда не был у стоматолога Да и все были у стоматолога Я не был у стоматолога Я не был у стоматолога вообще ни разу в жизни А кто вам зубы лечит? Я смотрел фильм, никто у меня не лечит зубы Так нормально, не лечить зубы, это нормально Это лечить зубы, есть патология Не нормально Не нормально Не лечить зубы, есть нормально Скажите, нет, правда, я ни разу не лечил зубы Слушайте, я видел, как у стоматолога был мистер Бин Это единственный мой экспириенс, правда Еще однажды меня пытались посадить в кресло, чтобы отбеливать зубы Мне однажды пытались посадить в кресло А вы знаете, как отбеливать? Там брызгать от крови Мне было так страшно Да, да Да, слушайте, не в этом дело Он не начал еще делать Он мне говорит, хочешь, чтобы у тебя зубы были белые Я говорю, ну в общем, мне плевать, я свои зубы не вижу Он говорит, ну ты же там, типа, вот там на телевидении Это тогда было Я говорю, елки, ну, наверное, надо Пошел я к стоматологу А до этого я смотрел фильм про мистера Бина А мистер Бин что? Ну, есть один гэг там у него странный Где он в стоматологическом кресле Потом укол делает Просто сам себе лечит Укол делает анестезию в ногу стоматологу и так далее И я от ужаса, что со мной сейчас будут делать Я убежал оттуда Я убежал от стоматолога Это единственный раз, когда я ходил к стоматологу Но так он со мной не смел Вот так вот, и стоматологи без пациентов Они бьют людей, тем более теперь не пойду Тем более теперь не пойду Так они уже не знают, как удержать их, понимаете? А зачем? Все же бегут оттуда Могут привязать, наверное, как-то, как мистера Бина Или чего? Или вот смоченный в амиаке ватный тампон Радикати Это Радикати, это человек Слушайте, мы меняем тему Мы скачем быстро Карло Радикати, который сейчас возглавляет холдинг «Русский алкоголь» Его стали судить в русском стандарте водка, где он был прежде За то, что он себе выписал 100 тысяч долларов бонус за год работы Он посмотрел на себя Посмотрел на себя, подошел, видно Он бреется, я вижу его фотографию Он бреется, значит, он подошел, когда он брился утром Подошел к себе По щекам себя, знаете, на манер Чичикова По щекам себя похлопал Сказал, какой ты сегодня у нас Радикати И спросил себя, сказал Ради Кати, хочешь 100 тысяч долларов? Ради Кати Черт, она все слышит 100 тысяч долларов ради Кати Катя, все она слышит Я думал, мне здесь радикальность слышится В Радикате мне слышится, скорее, радикальность А Катя, Катя Родина Слышит здесь ради Кати 100 тысяч долларов Ради Кати, да Ну вот, и он себе выписал Теперь его судить станут гоняться, за ним будут А за кем не будут гоняться Интересная статья тоже очень Не будут гоняться за Миллером В бюджете Газпрома есть загадочная строка Резерв председателя Не такая уж и загадочная Объяснял Газпром, почему и для чего она нужна Ну сейчас вы мне объясните А у вас же есть все, вы читали эту статью? Да 2,2 миллиарда рублей на этот год сейчас Да, да Ну на что, скажи просто На социальные непредвиденные расходы Я уважаю, на какие, на какие Что же непредвиденные, а в чем социальность непредвиденная Например, в деревне бабушке газ провести Если она попросит публично при камерах Отказать-то уже нет Как-то не вмочь Так что они 2,2 миллиарда рублей на этот год взяли 2,2 миллиарда рублей, послушайте Это же сколько надо бабушек Запасливые Это же сколько надо бабушек Надо сначала обездолить всех этих бабушек Чтобы потом провести, понимаете? Потом сделать так, чтобы они побежали на камеру А потом сказали, а потом Никаких личных трат 2,2 миллиарда рублей на этот год Миллер берет себе на резерв председателя 2,2 миллиарда рублей Я подумал, слушайте Если он 7 миллионов, например, выдаст лучшему ЧКВшке Лучшему коню, лучшему скакуну на ипподроме 7 миллионов Нет, другой вопрос Все равно еще останется до черта Да, денег очень много Смотрите, ну пусть они, пусть бы они так вот сохранились А год пройдет, если бабушек столько не найдется Куда они потом деваются эти деньги? То есть вы думаете Ладно, мы согласны, что они на социальные расходы Мы верим А потом год пройдет, что делать? Что делать-то? А кто-нибудь знает, скажем Ну сейчас в обзоре прессы Если вы знаете, зачем Миллеру Может быть кто-то из Газпрома протечет Зачем Миллеру 2,2 миллиарда рублей на год? Сейчас через минуту вернемся Прямо в обзоре прессы я вас спрошу Зачем Миллер отложил себе на год 2,2 миллиарда рублей? С нашей точки зрения У нас, знаете ли, горизонты низкие Мы, перелетая с куста на куст, живем Мы не видим под собой, подобно орлу, горизонтов высоких Мы думаем, что это много денег Зачем же он себе столько отложил? Сейчас вернемся Русская служба новостей Русская служба новостей Реклама Как разделить имущество? Обезопасить бизнес? Оспорить завещания? Каждый вторник с 8 до 9 вечера Адвокаты Влад Мусияка и Алексей Семенов Помогают вам найти решение Система защиты В эфире русской службы новостей Пришло время защитить себя С наступлением тепла На территории Москвы и Подмосковья Установились отличные условия Для страхования вашего автомобиля Программа «Отличная каска» От компании «Контакт страхования» Тариф от 3,3% Выплаты до 30 тысяч без справок Если ваш стаж вождения от 4 лет И стоимость автомобиля от 700 тысяч рублей Страховая компания «Контакт страхования» Завод «Контакт страхования» 276-09-96 276-09-96 Цена помешательства Начинается Мазда 6 от 748 тысяч рублей Подробности на mazda.ru Предложение ограничено Действительно с 1 июля по 25 сентября В салонах официальных дилеров Телефон рекламной службы 913-99-63 Русская служба новостей Москва 107.0 FM Подъем Сергеем Даренко Найросен Обзор печати Обзор печати с Екатериной Родиной Кать, мы пообещали кого-то принять Нам утечка нужна из «Газпрома» Да Зачем Миллер себе оставил резерв 2,2 миллиарда рублей? Просто написано «Резерв председателя» 2,2 миллиарда рублей И у них есть непредвиденные расходы 1 миллиард рублей То есть с резервом председателя Это уже 3,2 миллиарда рублей И еще Благодарительность и спонсорство Которую бабушкам могла бы проходить 5,5 миллиарда рублей Итого 8,7 миллиарда рублей Есть на всякие такие Странные Ну в смысле Вдруг обнаруживавшиеся Потребности в гуманизме Если вдруг торкнет То у него есть 8 с лишним 8,7 десятых А кстати Ведомости же Скажите кто знает Пожалуйста Зачем же 2,2 десятых На непредвиденный расход Что это такое? И может быть Алло, здравствуйте Здравствуйте Это Игорь Морковский область Игорь, может быть он едет Мимо крошки картошки И вдруг думает Дай-ка я порубаю Ну нет, Сергей Мы забываем У Газпрома Есть классная игрушка Это зенит На которой они Денежек не жалеют Вот я думаю Что там покупки Они там Птики Совершают постоянно На транспорном рынке Поэтому я думаю Что это на это Денежек пойдет Ну смотрите Если всего на благотворительность Непредвиденные расходы И Фонд председателя 8,7 миллиарда рублей То Даже вот так Перевести в доллары Понимаете Ну это как-то много Ну много 250 миллионов долларов Они на зенит Такие деньги тратят Да Ну им тоже Останется немножко Я вас наполнял Спасибо Все Ничего не понимаем Ну в смысле Просто мы хотим Мы для чего это рассказываем Мы это рассказываем Для того чтобы произвести впечатление Понимаете Солидности Вот Вы почувствовали вкус Вы почувствовали настоящий запах денег Когда говоришь про Газпром Хочется каких-то громоздких Красивых цифр Давайте обзор пресса Что Кать пишет Да может быть на черный день Оставлены эти средства Ну кстати вот Про Резерв Миллера Ведомости Ведомости публикует эту статью Ну еще главная тема прошедших дней Это конечно в Кремле Прошел Госсовет по молодежной политике Практически все газеты об этом Отписались И российская газета В частности Пишет о том Что Дмитрий Медведев Предложил с 18 лет В политике привлекать молодежь И предложил даже Хоркина в губернатор И никто не знает Пошутил он Или серьезно сказал Также еще свежая идея Привезла комиссар движения нашей Марина Задемитькова И среди этих свежих идей Российская газета Отмечает например Программу одной девушки Которая хочет подружить Мужчин с их носками И так далее И еще такие вот смешные программы Это вот такие инициативы Молодежные были представлены На госсовете И вот еще Такие инициативы Это правда проблема Я говорю Надо работать с молодежью И все такое Но молодежь всегда должна помнить Кто она и кто мы Это очень важно Потому что я говорю Когда ей даешь настоящую волю За Демитика привозят Мужские носки Это серьезная проблема Потому что надо Молодежи объяснить Что мы в принципе Пускаем их в политику В управление государством Не для носков? Нет Не для того чтобы они Что-либо решали А для того чтобы они Нас слушали придурки Потому что послушайте Внимание Значит молодежь думает Что если они приехали к президенту Они должны размахивать Мужскими носками Как за Демитика Это ошибка Она должна Сделаться вся ушами За Демитика Должна сделаться ушами И слушать Внимать И впитывать 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 Источник чистой мудрости Нет Она пришла размахивать Мужскими носками Вот что Молодежь не должна Заигрываться во власть Но может быть С носками ты играет А слушается старших Нет? Такого не подходит Нет Потому что кто-то там был старший Кто научил ее размахивать Мужскими носками Нет, я не думаю. Демидов, что ли? Нет, пусть носками они сами размахивают, а учатся и принимают решения вот с Советом Старших. А должно же быть какое-то зерно у них самодеятельности. Вот, пожалуйста. Хорошо, договорились. Ладно. Ещё российская газета публикует статью на главной полосе, и многие газеты этому примеру последовали. Московский ипподром стал неформальной переговорной площадкой, встретились политические лидеры Казахстана, Молдавии, Армении, Азербайджана, Таджикистана, а также главы Южной Осетии и Абхазии. Все они переговорились с Дмитрием Медведевым, и вот об этом подробнее в российской газете и в других. И ещё это издание описывает это мероприятие как великосветское, кто в чё был одет. Шляпки всякие. Да, в роскошных нарядах, как всё это выглядело. И пишут о том, что жеребец Мономах из Ростовской области выиграл эти скачки. Жеребцу дали 7 миллионов рублей. 7 миллионов рублей, да. Хотел бы я... Из рук скрынник. Из рук скрынник, 7 миллионов рублей. Ведомости публикуют статью, Евгения Чичваркина пришивает к делу. Оказывается, два новых пункта добавились в обвинении. И это пункт первый о заведомо ложном доносе на бывшего экспедитора Евросити Андрея Власкиной. Второй о грабеже, отъёме этого Власкина двух автомобилей. Ну вот тоже подробности этого дела в ведомостях. Ещё про резерв Миллера мы говорили. Александр Лукашенко вошёл в азарт, это тоже коммерсант. О том, что в Белоруссию переезжают игорные заведения из России, потому что в России негде развернуться. И теперь Лукашенко издаёт новый указ о привлечении в страну инвесторов и игроков, и в большей части из России. Ну есть какая-то двойственность, а, вот в этом. Какая, какая? Ну, Белоруссия, она славится такой беспорочностью. Как они будут беспорочно предаваться пороку? Это какое-то должно быть искусство беспорочного погружения в омут разврата и морфинизма. Понимаете? Может быть, они найдут способ? Есть? Ну вот я не знаю, какой способ. Понимаете, Белоруссия и вообще это такой неосоветский режим, потрясающий своей, именно вот этой силой беспорочности такой, не только пропагандистской, но и де-факто тоже. И де-факто, и де-юро, никакого вай-фая, никакого ни черта нет, ничего не работает, значит, и так далее. Как они теперь поставят всюду казино и будут сохранять, это очень странно. 9 часов 30 минут, новости на РСН. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Про ГЛОНАСС хотел спросить и поговорить. Вице-премьер Иванов анонсировал введение заградительных пошлин на импортные GPS-навигаторы. Это все в пятницу вечером, но сегодня вся пресса об этом пишет. И, значит, смотрите как, если GPS и ГЛОНАСС вместе, то в одном приборе, то есть у него, он принимает эти и те спутники. То есть можно выбирать этим и этим пользоваться. Да, или, может быть, можно преференцию поставить, например, всегда пользуешься там GPS, но если, например, спутников GPS нет почему-то, куда они делись, кстати, то тогда он сам автоматически переходит на ГЛОНАСС. Мне кажется, можно такие преференции поставить и так далее. Значит, я по аналогии с мобильным телефоном, потому что мобильный телефон тоже такой, знаете, он может переползать там, вы не знаете, когда у вас 900, когда 1800 частота. Он сам переползает, бог весть, да, и так он может тоже переползать из GPS в ГЛОНАСС. В принципе, для нас вреда в этом нет никакого особенно. Я думаю, что если в нем будет зашит и ГЛОНАСС и GPS, это должно быть там в изготовлении дороже, может быть, доллара на полтора. Мне так кажется. Ну, то есть это несущественно, если чиновники ничего... А тогда все могут сравнить и выбрать лучше, а это нам как-то грозит. А если это в одном приборе, как ты выберешь лучше? Я же не знаю, но я говорю на мобильнике, мне все равно там 900 или 1800 работает мачта сейчас. Но один работает, а другой не работает. Да нет, один и тот же приемник. Один и тот же приемник, в нем зашит GPS и ГЛОНАСС. Понятно, но, например, GPS не работает, а ГЛОНАСС работает. А ты же не знаешь, чего тебе показывают. У тебя карта, ты едешь к себе. А внизу, например, там, я не знаю, данные считываются ГЛОНАСС. Да бог весть, нет, а бог весть, вообще ничего нет. Вот в телефоне вы же не знаете 900 или 1800? Нет, нет. Нет, ну вот вы едете себе и едете. Ползете по карте, карта себе перед вами тоже ползет. Ну и там, а там ГЛОНАСС, GPS, какая вам разница? Господи, помилуй, там, пожалуйста, и пусть еще какая-нибудь колдунья вдобавок дает карте. Какая разница? Все равно же, правда? Ну вот, это если так, если так, если это с точки зрения пользовательской стоит на полтора доллара дороже, если это с точки зрения пользовательской мне не мешает абсолютно, добавок я об этом не знаю и знать не желаю еще вдобавок, да, то и хорошо, ну и пусть себе будет. Но если они хотят лишить нас GPS, в принципе, к которому мы привыкли, и мы уже даже не только что там, значит, мы на рыбалку не можем поехать без GPS, больше я на дачу еду к друзьям, они мне скидывают координаты, понимаете? Они мне говорят, я тебе дам точку. А в лесу как удобно с GPS, знаете? В лесу не очень, потому что деревья закрывают. Где это вы были в лесу с GPS? А, то есть по-настоящему в глубоком лесу-то трудно. Да, когда не знаешь, куда идти, в право или влево, например, нужно выйти в город, и надо на юг идти и так далее, по GPS возможно. Да? Да. И кроны деревьев вам не мешают? Нет, если бы так ходить вверх. Держите рядом где-то в кармане, может быть, на ноже, в обычный магнитный компас, чтобы примерно представлять тоже, ладно? Ладно. Потому что кроны деревьев сильно мешают. Так вот, я спрашиваю, нет? Ну, серьезно, работал GPS. Работал GPS, это значит, он был не GPS. Ну, правда. А что? Ну, правда, когда ты под деревьями стоишь, он спутников не видит. Он требует Open Space. Там есть открытые поляны. А, а. Леса-парк, открытые поляны, потом деревья, открытые поляны. Хорошо. Не хочешь на поляну? Значит, смотрите, смотрите, смотрите. Значит, так, 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 так. Скажите, пожалуйста, чей был? А, Солженицын. Нет. Секундочку. Значит, давайте говорить на тему. Я просто читаю, у нас, вы можете писать нам на русновости.ру, русновости.ру, вопрос в прямой эфир, реплика в прямой эфир, русновости.ру. Также можете смотреть трансляцию нашей программы, там же на видео, и можете писать нам, и смотреть, и все делать, что угодно, и так далее. Значит, смотрите, я считаю, что ничего страшного нет, если... У вас какие ожидания? 788-107-0, 788-107-0. Это пройдет незаметно для потребителя или как-то празднично? Как вы думаете, Сергей Иванов сделает вот этот переход GPS-ГЛОНАСС, запрет на GPS и все, он сделает как-то празднично, чтобы нас всех аж заколдобило, или он все-таки сделает это абсолютно незаметно для пользователя, и мы просто даже будем не в курсе, а нам, в общем, и плевать, как пользователям. Как вы думаете, они сумеют это сделать? 788-107-0. Кто разбирается в этой теме, позвоните нам. Кто разбирается в GPS и ГЛОНАСС? В ГЛОНАСС и GPS, неважно. 788-107-0, наш телефон в студии. Прежде чем вы позвоните, я должен обознать... Ну, вот сейчас еще не успеваю я тем много, а обсудить все хочется. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Секунду, секунду. Секунду. Он сейчас включит свой ГЛОНАСС. Эхо нет. Да. Вы включили ГЛОНАСС, наконец? Нет, я выключаю эхо. Давайте. Я пользуюсь... Как называть, прежде? В последнего момента пользовался GPS. Меня зовут Максим. Да, Максим. Да, скажите, наша задача, мне, например, все равно, как это будет называться. Абсолютно. Хоть джин из бутылки. Но мне важно, чтобы это было без праздников, без праздников идиотизма. Чтобы мы перешли спокойно так, чтобы я даже не знал об этом переходе. Вы знаете, я просто связист по второму из трех образований, поэтому я прошел через все эти вот радиоспекты. Да. И вы знаете, я с вами согласен абсолютно. Да, но сумеют ли они сделать так? Судя по громким заявлениям, это превращается в политику. Если это превращается в политику, то я... Сергей, извините, извините, я вас перебью. Да. Нет, они так сделать не сумеют. Почему технически это невозможно? Технически это возможно, но это связано с... Ну, давайте так подумаем. Как минимум три фактора. Поддержание спутниковой группировки. Да. Которая, ну, ну, вы об этом уже делали передачу. В общем, она, ну... Ну, она такая, да, специфическая. Этакая, этакая. Специфическая. Ее все время булавой пытаются сбить, мне кажется, вот для этого. Ну, уж я не знаю, чем ее пытаются. Второе, абонентские приборы, их нет. И как будто бы они все равно будут делаться все из импорта потерянных. Я кони, кони, вот собачку кони не беру, у которой есть. У нее есть, но у нее еще вмонтировано в костный мозг свое, от природы, мне кажется. Я не знаю. Понятно, понятно, понятно. Понятно, то есть нет ни инфраструктуры подобающей, ни приборов, ничего. Идей, извините, третья... А зачем нам тогда нервы портят? Зачем нам портят нервы, объясните, а? Третья составляющая, это то, что называется маркетинг. Когда государственные служащие начинают что-то продавать, это очень плохой маркетинг. Абсолютно. Я вам больше скажу. Я однажды, когда у меня был выбор, поскольку на Пушкинской площади все наши секреты, как вы знаете, продаются на DVD, на дисках, там, компрессионно... Я там работал неоднократно и покупал неоднократно. Конечно. Поэтому мы в принципе даже, в принципе даже, в общем, побаиваемся своих, которые про нас что бы то ни было знают. Понимаете, да? Когда мне говорили... А все сдают свои. Конечно, потому что они знают, я не боюсь органов российских, я не боюсь, я просто боюсь, что они на Пушке начнут этим торговать. Понимаете? Поэтому когда у меня была возможность и выбор купить то, что прослушивают российские спецслужбы, а потом продадут точно на Пушке, или купить Иридиум, я купил Иридиум. Мне сказали, знаешь, но Иридиум идет через Италию, Майами, и там его слушают в ЦРУ. Я сказал, да, но ЦРУ пока не торгует на Пушке. Извините, пожалуйста, вопрос. Вы пользуетесь ICQ? ICQ сейчас нет. Ну вот ICQ слушает Mossad. Нет, но Mossad, пожалуйста, слушает подонки, негодяи и все, что хочешь. Если они начнут торговать на рынке, вот это будет плохо. Плохо. Вы пользуетесь Skype? Извините, вы пользуетесь Skype? Skype, ЦРУ. Мини-допрос. Skype, ЦРУ, да? Скажите. Да. Вы знаете, сложный вопрос. Придумали эстонцы, ну, значит, эстонская спецслужба. Нет, 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 нет. Skype, таскать, боковую дверь так и не нашли. И ее службу Skype купили американцы. Ее сначала купили израильтяне, а потом уже купили. А потом американцы. Да. И пытались сконструировать заднюю дверь в этот протокол, такую, чтобы все это сосать. Но я точно не знаю, до сих пор они сделали это или нет. И задняя дверь вы имеете в виду Key Escrow? Ну, например, да, они помойку не сделали, нет. Он есть? Ну, извините, пожалуйста. Сергей, мы взрослые люди, вы знаете, что к любой... Максим, ну нам-то все равно, кто нас слушает, главное, в смысле, из секретных служб, нам главное, чтобы они на пушке этим не торговали. Это правильно. Ну вот, господи, например, предположим, меня слушает Масса, ЦРУ и КГБ, например, очень хорошо. Я говорю, товарищи, можно только поскромнее, пожалуйста, ну, в смысле, не торгуйте этим на пушке. Если вы будете торговать этим на пушке, например, меня это никак не устраивает. Если вы просто слушаете, ну, пожалуйста, слушайте, это обогатит ваш лексикон всячески. И много чего интересного вы узнаете. Только не продавайте. Поэтому я, в общем, когда сейчас Иванов заявил, что в Казани, в Казани перед Ивановым поставили вопрос, не использовать ли ГЛОНАСС для того, чтобы определять скорость всех автомобилей и штрафовать, понимаете? То есть нам будут принудительно вешать ГЛОНАСС, принудительно. Но это всего лишь предложение. Принудительно вешать всем ГЛОНАСС, потом с помощью данных ГЛОНАСС, которые будут в черный ящик, записывать нашу скорость на трассе и всюду. И дальше этот ГЛОНАСС будет не просто, он будет шпионить за нами, сливать эту информацию гайцам. Гайцы будут присылать нам счета и так далее, и так далее, понимаете? Это большой брат в общем. Это в общем большой брат. Потому что они будут знать все маршруты, все про нас. И опять не страшно! Да вот я никогда не задумывалась, а вот сейчас подумала... Опять, Катя, не страшно. Страшно, что они будут продавать это бандюкам. Вот же в чем дело. Так они и будут, зачем же иначе? Они будут продавать, сейчас тебе машину на хвост вешают, чтобы узнать, как твои точки перемещения. Вешают машину на хвост. Или по сотам они покупают твои передвижения. Из соты в соту. А потом они будут просто по ГЛОНАССу покупать друг у друга твои передвижения. Бандиты, насильники все подряд будут покупать все это, понимаете? Вот это плохо. Потому что когда родинка за тобой следит, ты счастлив. Но когда родинка тебя продает всем подряд, ты начинаешь быть not very happy. А делать в этом случае что? 9.44. Пустите рекламу для разнообразия. Русская служба новостей. Радио Эверсен. Скромное обаяние знатоков. Тех, кто научился заглядывать за горизонт. Тех, кто помнит нужные цифры. И может просчитать завтрашний день. Умные парни выходят в эфир, чтобы многое вам объяснить. В этот понедельник после 16.00 председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль. Эти ребята отвечают за свои слова. Умные парни на русской службе новостей. Коррупция, злоупотребление властью, мошенничество. Что еще скрывают от наших умиротворенных повседневных взглядов? Расследование ведут агенты 107. Каждый вторник в прямом эфире русской службы новостей журналист Андрей Калитин и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Во вторник в 10 вечера. Агенты 107. В эфире русская служба новостей. Радио РСМ. Подъем. Так, секунду, секунду. Мне тут пишут разъяснения. GPS, точнее ГЛОНАСС, раз в... Точнее ГЛОНАСС раз в 10. Так что заметите, когда переключится. GPS, точнее ГЛОНАСС. Знаете, что делает GPS даже? GPS даже вибрацию определяет на некоторых объектах. Вибрацию. Чтобы вы понимали точность GPS. Например, вибрация крыльев самолета. Просто вешается GPS на крылья, на кончике крыльев самолета, датчики. И снимают вибрацию крыльев, свободный ход крыльев самолета. Вы понимаете точность? То есть он уже, уже, ну там вообще не проблема. Точность для GPS. Но ГЛОНАСС, вот как утверждает Андрей, в 10 раз, раз в 10 хуже по точности. У меня так вопрос родился. Да, давайте. GPS или ГЛОНАСС, что лучше, чтобы за нами наблюдали свои или не свои? Кто страшнее? Кто уже... Да, давайте, давайте. Кто страшнее для вас? Я не знаю. Я думаю, что это вопрос. Я думаю, что это вопрос. Когда перед вами выбор, чтобы за вами наблюдала своя разведка или чужая разведка, вы бы предпочли что? Сейчас, секундочку, очень важно. По правде говоря, я предпочитаю чужую. Знаете почему? Потому что чужая, мне плевать, что они там про меня узнают. Но по-настоящему я знаю, что они не будут продавать это на пушке. Ну, в смысле, у меня такое есть, может быть, ошибочное абсолютно мнение. Ошибочное, вы меня разуверите. 660 на 691. Я бы предпочел, чтобы за мной следила своя родная наша разведка. 660 на 691. Я бы предпочел, чтобы за мной следила иностранная разведка. 660 на 692. Пожалуйста, проголосуйте. Вот Катя спрашивает. А вы, Катя, за что вы проголосовали бы? Я вот никогда не задумывался, теперь, я не знаю, пользовался GPS или нет. Хотя, наверное, тоже наши внешние верили. Нет, на тебя говорят, ты берешь систему телефонную, тебе говорят, так, за этим стоит, ну, я не знаю, Иридиум куплен Пентагоном, понимаете, да? Выбирайся, пожалуйста. Иридиум, вообще говоря, загнулся, как коммерческий проект однажды, и его купил Пентагон, потому что он понадобился. Вчера, ей очень глупо запустили спутники, которые не могут данные передавать, да, только разговоры, это ужасно глупо. Значит, но так или иначе, купил Пентагон. Значит, ты примерно понимаешь, что слушает Пентагон. Ты говоришь, где ближайшая станция? Ближайшая станция в Италии. Следующее, в России запрещено, вообще нет. Значит, ты когда говоришь из Иридиума, ты летишь через спутник в Италию, дальше по земле, мне кажется, точно не знаю, до Майами, где тебя расшифровывают и пускают уже в телефонную сеть, и там, наверное, тебя слушает Пентагон. Теперь все говорят, ну, если Пентагон не торгует твоими разговорами на переходах на пушки, то ты, в принципе, думаешь, да и пусть все слушают, пусть вот просто облезут все от счастья. Да услушаются. Да услушаются. Да услушаются. Да что я говорю-то, я ничего не говорю. Я Иридиум беру на Бали там куда-то, понятно, да? Но с другой стороны может проходить информация, которая там непонятна. Когда я в море беру, когда я в Африке беру Иридиум. Почему? Потому что когда в Африке или в море, и ты, значит, просто кричишь, а как дела там по... Понятно, по 60 центов у меня был тариф, по доллару 20 минуты, по 60 центов в минуту. Значит, ты как дела кричишь и так далее в Москву. И, например, тебя слушает Пентагон, тебе ни холодно, ни жарко, понятно, да? А когда свои? Ну, свои, значит, пожалуйста, тоже пусть... Холодно и жарко, да? Нет, свои пусть бы слушали 10 тысяч раз. Мне тоже никаких проблем нет. Надеюсь, кстати, что и слушают. Но при этом я надеюсь, что они не будут продавать это на пушки. Все, вот проблема. Больше никакой. Спасибо всем, кто проголосовал. Значит, 20% из 6 десятых предпочитают, чтобы свои слушали. 20,6%. 79,4% чтобы иностранцы. Я всегда думаю, что все-таки иностранцы меня слушают, поэтому сквернословлю всегда, когда разговариваю по специальным таким... Мне кажется, что... Понимаете, да? Если бы я знал, что свои, то я бы перестал сквернословить, чтобы не оскорблять уши девушки-прапорщика, которая бедная сидит там, несчастная, абсолютно, и слушает всю эту ахинею, которой я горожу. Из лексики 19 века. Понимаете, да? Но, с другой стороны, вы же должны быть патриотизмом пропитаны. Вы же по России путешествуете. И приучать девушку-прапорщика своих жалко. Пусть лучше те слушают. Пусть лучше те, зато про наших знать будут больше. Бруклинские. Пусть бруклинские слушают. Ну, может, какие-то выверты мои страшные. 79,4% считают, что пусть лучше иностранцы слушают. Во-первых, все они ничего не понимают. Во-вторых, не продадут. 9 часов 50 минут. Звоним на биржу. Ура! Лечение алкогольной и наркотической зависимости на клеточном уровне. В организм вводится специальный препарат, снижающий метаболизм этанола и блокирующий клетки опиатных рецепторов мозга. Это позволяет избавиться от алкоголизма и наркомании за одну процедуру. Да, уже после первой и единственной процедуры у вас не будет желания принять алкоголь или наркотик. Лечение алкогольной и наркотической зависимости на клеточном уровне. Звоните 787-03-03. 787-03-03. Посоветуйтесь с врачом. Телефон рекламной службы 913-9963. Футбольный клуб «Спартак Москва» представляет. Эксклюзивная информация о самом популярном футбольном клубе России. Последние новости команды. Интервью с руководством, тренерами и игроками. В программе «Русский спортовак». Специально для болельщиков на «Русской службе новостей». Каждый понедельник ведущий Александр Кузьмак. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Лев Быстров, аналитик фондовой биржи РТС. На связи с нами. Лев, как дела? Как живете? Как там у вас? Доброе утро. Здравствуйте. Действительно, жизнь неплохо. В неделю прошлую удалось закончить, так скажем, на мажорной ноте. И даже если смотреть на вечернюю сессию, то и на стандарте, и на срочном рынке. 925 исполнили, я вижу. Да, да. И там дальше у нас все вечером до 12 часов ночи продолжить торговать. Чем вы объясняете этот успех? Нефтью, нефтью. В первую очередь нефтью. И все-таки более-менее при благоприятной ситуации на внешних рынках, да, все-таки у нас смогли, смогли тогда поставить. Америка открылась в плюсе, в хорошем плане. Конечно, закрылась разноправленно в пятницу, но тогда вот рвануть российский рынок успел еще. Вот, соответственно... А ведь никакого драматического роста? Ну, 64 по лаяц, я вижу, сейчас. 64 на где есть. Ну, если смотреть, все-таки у нас был уровень нефти был 62-63. Ну, да. А, то есть сами себе делаем больно, а потом радуемся? Ну, может быть. Ну, да, ну, да, ну, да. Понятно. Золото, обратите внимание на нас, на нас золотых людей, все-таки. Смотрите, как 943 я вижу сейчас в Штатах. А? Да, да, да. А? Золото молодцом? Такое-то время, на самом деле, очень удобный актив, чтобы переложиться. Потому что волатильность у него гораздо меньше. Да. Вот, соответственно, и, в принципе, даже можно заработать, именно работая только с золотом, а не исключительно с акциями. Понятно. Скажите, пожалуйста, чего ждем на этой неделе? Ну, на этой неделе, в принципе, волатильность сохранится, скорее всего, да, у нас. И, в принципе, если у нас начнется с роста, то, может быть, продолжится, если нефть удержится. Но, все-таки, у нас слишком, мы сильно будем зависеть и от валютного рынка, где у нас пока что довольно разноправленное движение. Вот. И будем смотреть, как будет торговать Америка. Хорошей недели вам и хорошего дня. Мы присматриваем и звоним каждый день. Спасибо. Лев Быстров, аналитик фондовой биржи РТС, был на связи с нами. Погнали дальше. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Где едете, что видите? 7-8-8-107-0. Опишите нам движение в Москве. 7-8-8-107-0. Где вы едете, что вы видите? Расскажите всем слушателям РСН о движении в Москве. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Да, слушаю вас. Алло. Да, здравствуйте. Доброе утро, Валерий. Да, Валерий. Где вы? Такое впечатление, что сегодня не июль, а сентябрь. Забито Рязанка в центр, забито Ролокоградск в центр. Непонятно, что творится. А почему? Аварии или что? Нет, 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 очень много машин почему-то сегодня. Странно. Да, спасибо, спасибо вам. Хорошего дня. Значит, смотрите, забито Рязанка и Волокоградск в центр. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут? Евгений Николаевич. Евгений, где эти что видите? Евгений Николаевич. Ну, еду по Риге, ну, как всегда, пробка, конечно. Ну, вот самое интересное, что скоты, вот самые скоты едут по обочине. По левой, при том, по левой, да? Вот по левой, по левой. Да, да, по левой, по левой. Да, да, по левой стоят и сами нюхают. Ну, как же вот... Послушайте, при том, при том едет какая-нибудь цаца на Лексусе, который ей вымыли, чистый. Всех загадит, себя загадит. Видите таких или нет? Да самое главное, вот сейчас на миксере один летит, уж ему-то... Ну, на миксере куда лететь-то? И летит. А потом он приедет к сужению и будет оттирать вас, чтобы влезть в ряд. Понимаете? Вот самое обидное, вот только машину помыл, вся уже грязная. Ну, да, да, да. Но вы не расстраивайтесь, все будет хорошо. Я все время жалею, я все время жалею, что там противотанковый ров никто не выроет слева. Да, ну, нет, а где наши эти, как их? Эти, как их? Да, как их назвать-то, я не знаю. Слово нет, слово нет, слово просится, но слово нет, да. Хорошего дня вам, счастливо, я знаю. Нет, правда, потом они подрезают, все из-за них останавливаются, из-за этого движение реально снижает темп, реально образуется пробка из-за тех, кто подрезает, понимаете, да? Потому что отдача есть, ну, это физика движающая просто. Если бы стояли все в одну линию и шли бы, то все бы проезжали на скорости 40-60, понимаете, да? Но поскольку есть тот, кто подрезает, то из-за него я торможу, за мной тормозит дольше, после меня, третий от меня тормозит еще дольше, есть закон, и так, каждый подрезающий создает пробку. 10 часов 56 минут, погнали, спорт! Подъем! 10 часов 3 минуты, понедельник, 20 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это... Русская служба новостей. Екатерина Родина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Катя. Доброе утро. Как поживаете? Здравствуйте. Отлично. Слушайте, я про интересный тест, это вот ученые. Ну, вы знаете, ученые время от времени исследуют всякие глупости. Интересные вещи. Это ужасно забавно, да. Ученые в российской газете, значит, сделали следующее Шаповалов, вот доклад, Анатолий Шаповалов. Он прочитал Sciological Science из Миннесотского и Флоридского университета. Ученые сказали, что когда тебе плохо, самое лучшее, что восстанавливает человека в момент стресса, это пересчитать котлету и иную долларов. То есть вы садитесь и начинаете считать их, понимаете? А если их нет? Ну, в смысле, а почему их нет? А куда вы их дели? А, то есть совсем нет, что ли? Нет. Нет, смотрите, правда, участников эксперимента попросили пересчитать 80-100 долларов банкнот. Почему 80 только? Ну, 80, дали 80, а куда 20 дели? Ну, хорошо, участников эксперимента попросили пересчитать 80-100 долларов банкнот, а контрольную группу столько же кусочков бумаги, не имеющей какой-либо ценности. Оказалось, что настроение первых улучшилось, у вторых, напротив, ухудшилось. То есть когда бумажку считаешь, раздражаешься, когда доллары считаешь, повышается ощущение духа. Глаза округляются, так сказать. Ну, как-то приятно. Нет, приятно. Смотрите, значит, затем тех и других попросили опустить палец на 30 секунд в очень горячую воду, нестерпимо горячую воду. Выяснилось, что те, кто только что считали деньги, доллары, они ощутили, почти не ощутили боли. Те, кто считал просто кусочки бумажки, ощутили дикую боль и с отвращением выдернули руку, они не смогли терпеть. Так что, посчитав деньги, ты просто приходишь в состояние эйфористическое, не чувствуешь боли, понимаете? Ну, дальше. Потом там погода. Я просто про что говорю? Что сам принцип, видите как? То есть посчитай котлет, и вопрос не говорит, потом отняли, же отняли. То есть это не их деньги. Но это не имеет значения уже настроение хорошее. Да, я могу подсказать еще способ. Вы берете 10 тысяч долларов, не надо 8 тысяч, не надо брать, берете 10 тысяч, чтобы была какая-то полнота свойств, и считаете их. Потом, значит, нужно каждую купюру чуточку сгибать и подносить к носу, еще нюхать, нюхать доллары. В серединке сгибать так, в указательном пальце? Так, чуть-чуть, чуть-чуть так сгибаешь и нюхаешь. А потом проводишь еще по рельефу, вот где 100, надо так вот по рельефу, and God with us, на Господа уповаем. Это как молитва, на Господа уповаем, и так сто раз, на Господа уповаем. Как четки, да? Там написано, на Господа уповаем, и так проводишь и чувствуешь рельеф. Ты рельефно понимаешь, что ты на Господа уповаешь в этот момент, понимаете? То есть со всей явственностью рельефа. И тогда посчитаешь, посчитаешь, потом отдаешь, эти деньги не твои, пожалуйста, просто взял взаймы посчитать. Пусть еще идешь в бой уже, как берсерк, объевшийся мухоморов, и побеждаешь, понимаете? Пробовали такое? Нужно в каждой семье дежурную пачку денег держать, или вот на входе в какое-нибудь учреждение, в редакции тоже повесить. Ну, на цепи, поскольку у нас русские, они могут и унести. Как это? Американцы унесут за милое дело. А вот, кстати, курс доллара снизился на открытие торгов на 24 копейки. Ну что, сейчас после сделки 31.55, сделки идут 31.55. Да, раз уж мы о долларах. Я хотел вам так же тогда уж, раз уж вы о долларах, то я скажу и к евро, чего там происходит. Доллар продолжает падать, 1.4174. Только что был 1.4150, сейчас 1.4174 на Форексе, доллар-евро пара. И так обсыпается явственно за последние полчасика. Ну вот, значит, смотрите, еще какие смешные, дурацкие, дурацкие эти самые. Насчет боль. А еще можно ругаться, потому что если у вас нет 10 тысяч долларов, чтобы их считать взад-вперед, Катенька, значит, есть второй способ. Это ругаться непристойно. Немецкий психолог Рихард Стефенс из Кильского университета подошел к предмету более по-своему. Он ударил молотком по своему большому пальцу, но это немцы, они так умеют специально, и выругался. Ему показалось, что боль утихла. Он провел эксперимент с 65-ю добровольцами, они били себя по пальцам, потом держали ладонь в ванне, наполненной ледяной водой. И те, кто, значит, ругался, выдерживали боль 2 минуты, а те, кто не ругался, 1 минуту 15 секунд только. Понимаете? Надо знать слова, это же заклинание. По мнению ученых, проклятие помогает, ну, нужно кричать именно проклятие. Проклятие, проклятие, тысячи проклятий. Помогает привести в действие естественную реакцию организма на стресс, определяемую, как убегая или вступая в борьбу. Учащенное сердцебиение и так далее описывается. Но нельзя ругаться, тогда ругаться нужно только, когда тебя реально сажают в ледяную ванну. Если перед этим ругаться просто, вот просто говорить, в воздух ругаться, не испытывая надлежащих чувств, то ты девальвируешь ругательство, и потом, когда тебя сажают в эту чертову ванну с ледяной водой, ты начинаешь ругаться, но это не помогает. То есть для того, чтобы ругательства помогали, нужно использовать их только изредка, и только в тот момент, когда ты уже реально сидишь в ледяной ванне или бьешься молотком по пальцу. Потому что если перед этим девальвируешь ругательство, они тебе не помогут. Это как заклинание. 10 часов 9 минут. Двигаемся дальше. Русская служба новостей. Реклама. Что можно сделать за 15 минут? Выпить кофе. Пролистать газету. Позвонить по телефону. За 15 минут врач клиники Агами установит вам зубной имплант. Быстро и надежно. Деликатно и точно. С гарантией на 10 лет. Экспресс-имплантация в клинике Агами. Звоните. Клиника Агами. 10 лет безупречной работы. Узнайте больше на agami.ru Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы. 913-9963 Своя правда. Во вторник, четверг и пятницу. В прямом эфире русская служба новостей. Видные политики страны и столкновения противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. 107 секунд на ответ. 107 секунд на итог. По вторникам, четвергам и пятницам в 15.00. В эфире русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. 10 часов 10 минут. Мы продолжаем с Екатериной Родиной. Кать, смотрите, министр МЧС. Шойгу. Поехал в Колпачный. Здесь Колпачный, это очень знаменитый переулок. Чем знаменитый? Ой, из Колпачного столько народу. Колпачный, это же горком комсомола. Да. И там чуть ниже пресс-служба внешней разведки, где Кабаладзе раньше коньячок наливал. Еще до того, как он ушел в X5 Retail Group. Кабаладзе засиживался. Смотрите как. Заезжаешь в Колпачный, к примеру, сверху заезжаешь. Сразу слева сначала у вас будет горком комсомола. И это, ой, мама, не горюй, сколько там всех. Понимаете? Сейчас перечислишь, там, значит, и сенаторы оттуда, и заключенные именитые, и Ходорковские оттуда. То есть там очень много. Гутабанк весь. То есть горком комсомола, понятно, да? Ну, что, знаменитый угол. У-у-у, горком комсомола. Значит, это первое. Второе. Потом есть, потом справа мойка. Это пожарные, куда Шойгу приехал машину мыть и обнаружил, что его пожарные промышляют. Потом слева, уже слева, неприметный особняк. Это СВР, служба внешней разведки. А что ж неприметная? А, она и разведка же. Она же разведка, там коньяк наливают, поэтому только по запаху можно определить. Идешь, и такая, чуть-чуть, знаете, тянешь носом, и вот такая, раз, и все. А если пройдешь мимо, не учуешь, где коньяк наливают, значит, уже тогда прямо на Нагина можешь, и туда через солянку, и все, и все. И пропал человек. Все, только что хотел выпить, нет, все, уже не наливают. Понимаете? Значит, в Колпачный переулок приехал Шойгу, это пишет Life.ru сегодня, стоял 20 минут, смотрел, как его служба МЧС занимается помывом автомобилей. Пожарные бедолаги чего делают? Моют машины. Дальше сам пошел, пошел как клиент. Ему дали приз-курант. Они его не узнали? Я поздравляю. Шойгу, вот, я с двух раз бы узнал бы сразу. Он смахивает, дико смахивает на Шойгу всегда. Шойгу, ну, вы понимаете, как он говорит? Ну, он и Шойгу, да. Шойгу дико смахивает на Шойгу. Его трудно. Шойгу. Может, пожалуйста, Шойгу смахивает на Шойгу, Шойгу смахивает на Шойгу. Они так смахивают друг на друга, что не опознать его могут только пожарные. Однако же не узнали. Специально набирает идиотов туда на работу, правда. Потому что он пошел, договорился, чтобы машину помыли, значит, взял приз-курант и все, и потом уволил начальника этого части номер 47 в Колпачном переулке. Вот так. Там три года при этом действует Life.ru. Почему Life.ru пишет? Три года там мойка. Почему Шойгу сейчас? Шойгу, между прочим, возглавляет МЧС. Знаете, с какого времени? Какой-то? Ну, вот сразу после Куликовской битвы. Мне кажется, в 1380-м он пытался ее создать во время Куликовского, а потом уже в 1381-м создал. Ну, значит, три года совсем ничтожная какая-то дата. Конечно. И три года последняя там мойка, и он ее теперь вдруг захлопнул. Почему он вдруг теперь ее захлопнул, три года не захлопывал? Объясните, пожалуйста. Что-то три года все жалуются, что в Колпачном невозможно, пожарные постоянно... А у него дел много, вот очередь дошла только через три года. А он постихонечку... А чем теперь они должны заняться, интересно? Что-то это связанное с водой. Придумайте бизнес для пожарных. Теперь... Они, чтобы не сдохнуть от безделья, должны заняться каким-то другим бизнесом, как мне представляется. Каким бизнесом должны заняться пожарные? Если у вас есть какие-то идеи, напишите нам на русновости.ру, русновости.ру. Здесь есть баннер написать в эфир. Вопрос, не вопрос, неважно, реплика. Чем теперь заняться этим добрым людям? Потому что они падут в пороки. Ленность, праздность, мать всех пороков. Если они будут просто праздно сидеть и считать ворон, представьте себе, в СВР им не нальют, в Колпачном уже никого нет, Ходорковский сидит, Гута Банк не наоборот, и так далее. Ну, в смысле, я имею в виду... Понимаете, да? Что делать-то, ребята? Все. Вот придумайте, напишите на русновости.ру. Мы же движемся дальше. Мы движемся дальше отчетливо и стремительно. Еще есть тема, судья Егорова, знаменитая своей честностью и неподкупностью. Вы знаете судью Егорову? По ней сверяют... Собственно, после смерти матери Терезы, судья Егорова... Ее место заняла как раз судья Егорова. Как нравственный идеал, как нравственный императив, как некий абсолют. Ольга Егорова, это председатель Мосгорсуда. С точки зрения нравственности и неподкупности, я не знаю равных ей. Я не знаю равных ей. И должен вам сказать, что она провела брифинг, и она рассказала о том, почему про судей думают, что они коррупционеры. На самом деле нет. Нет, конечно. Но никогда они ничего не берут. Смотрите. Значит, она ругает судей. Я постоянно езжу с проверками по всем судам. До сих пор я одна, единственная, кто обращается в квалификоллегию, так что слово, квалификоллегию с представлениями на суде. Но так будет и впредь. Значит, она рассказывает о некоторых глупостях, которые... глупости, которые судьи ее делают. Это можно было бы в разделе анекдоты поместить в любом бульварном издании. Но дальше она рассказывает, почему судей могут заподозрить в коррупции. Почему вообще этих неподкупных, этих замечательных людей могут заподозрить в коррупции. Оказывается, все дело в двери. Смотрите. Люди жалуются на то, что прокуроры заходят к ним в совещательную комнату, и они там все вместе смеются, чаи гоняют и чулки обсуждают. Я цитирую судью Егорову, главу Мосгорсуда. Это цитата. Люди жалуются на хамство, внимание, запятая. В чем выражается хамство? На то, что прокуроры заходят к ним в совещательную комнату. Нормально. Слушайте, внимание дальше. И они там все вместе смеются, чаи гоняют и чулки обсуждают. Внимание. Я прокурор, например, условно говоря, вы судья. Я хам. Нормально? Секундочку. Значит, вы судья. Вы сидите в совещательной комнате и не смеетесь, ни минуты не смеетесь. Чаи не гоняете, чулки не обсуждаете. Захожу я, прокурор, моя фамилия, и мы начинаем мгновенно говорить о чулках, хохотать безудержно и гонять чаи. Егорова полагает, что от этого и происходят наветы на судей, что они склонны к коррупции. На самом деле ничего подобного нет. Первое. Второе. Значит, что о них после этого подумать можно, спрашивает судья Егорова. Что о них после этого подумать можно? О прокурорах? И о судях. И о судях. И о судях. И решение Егорова будет стоить столько-то. А на самом деле чулки просто обсуждали. А на самом деле обсуждал чулки. А судья при этом знать ничего не знает. Или пусть не пускают к себе никого, или двери открывают. То есть двери не держать закрытыми. Когда заходят, надо двери открывать. Или стеклянные стенки сделать. Или СМИ к себе запустят. Тогда и разговоров никаких не будет. То есть, знаете, теперь, внимание, должно сидеть СМИ. Например, теперь я уже сделаю СМИ. Вы судья по-прежнему, я СМИ, и к нам заходит прокурор. Мы мгновенно начинаем говорить о чулках, но теперь, когда я СМИ, я уже освещаю этот разговор. Потому что я уже точно понимаю, что это не коррупционные чулки, а какие-нибудь правдой добытые чулки служением Родине. За высочайшую жертвенность добытые чулки, понимаете? За служение России. России. Вот это какие чулки. Это чулки в высочайшем смысле этого слова. Это, может быть, метафорические даже чулки. Может быть, это метафорические чулки, с которых на коленях еще пыль от вставания с колен. Понимаете? И так далее. Вот это какие метафорические чулки. В момент, когда присутствует пресса, говорит судья Егорова. Что о них могут подумать? Расскажите нам о судьях, о вашем опыте. 788-170. В тот момент, когда они гогочут из-за двери с адвокатами и с прокурорами, чьи гоняют и обсуждают чулки по словам Егоровой. Позвольте нам все-таки использовать этот навязанный Егоровой образ. Что о них можно подумать, спрашиваю я. 788-170. Алло, здравствуйте. Привет, доброе утро. Здравствуйте. Меня зовут Остеринецкий. Я просто, скажем так, имею отношение к московскому судейскому сообществу. Да. Вы знаете, у меня как к имеющему отношению, вот ее весь доклад просто вызывает омерзение само по себе. Предлагаю вам для разнообразия хохотать, потому что смех тоже... Знаете, я вам скажу такую вещь. Вот ее принцип, во-первых, то, что она уже засиделась на этом месте и, по-моему, дошла в этом плане до определенных маразматических изрушений, это уже понятно всем. Но это же на личности. Да, извините, ради бога. Давайте, не бойся, потому что я боюсь, что мы можем усмотреть в этом... Нет, извините, я тогда буду более говорить. Давайте, да. Если прийти в суды и посмотреть просто на рассмотрение дел, в судах за день судья рассматривает 10-15 дел, это вообще технически возможно? Невозможно. У нас не хватает судей. У них нету помощников. Понимаете? А вот эта толстая косоглазая девочка, которая сидит справа, это разве она не помощница, нет? Нет, у них должен быть секретарь и должен быть помощник. Ну, я имею в виду толстенькая такая, косят глазки такие. Нет. Это не она? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Вот. Там типичная, типичная, в любой комнате судейской рядом водится толстая косоглазая девочка. Извините, я не знаю, Катя не знает. Лучше бы она занялась действительно организацией судебного процесса. Понятно. Егорова? Егорова занялась бы? Да, конечно. Понятно, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Хорошо, я возвращаюсь к теме, слушайте, давайте Егорову не обижать, потому что я ее никогда не дам в обиду, это очевидно, правда же? Егорова, на самом деле, на мой взгляд, это даже не человек, а некое божество. Конечно, выше даже эфемиды, потому что она абсолют, она абсолют Егорова. А ведь еще она сумма залогов увеличится. У меня был случай. Какой? У меня был случай, я одному говорю. Егоровой? В смысле? Вы меня выдадите сейчас, неважно, с одной судьей, которую звали, дайте мне найти имя, которую звали, которую звали, сейчас секундочку, нет, ну все, я же даже говорю, звали же ее как-то. Ну, вы хотите точно? Ольга ее звали, Ольга, Ольга ее звали. И я говорю, я говорю, это самое, одному, ну, такому дядечке, а он такой, он крут, ну, совсем такой сенатор. Вот, я говорю, слушай, а мы это, должны ей что-нибудь? Он говорит, с ума сошел она у меня на зарплате. Я говорю, сколько зарплаты? Он говорит, полтос в месяц отношу. Ну, в смысле, шоферного твоего. Вот, то есть, в смысле неподкупности, я говорю, ну, в принципе, судьи есть такие, которые неподкупные абсолютно, потому что мне, например, известны грязные наветы одного из олигархов, который рассказывал мне про судью, который зовут Ольга. Что, говорит, я говорю, сколько-то мы ей должны бабок? В смысле, ну, вопрос же решила. Он говорит, с ума сошел она у меня на зарплате, ты что, сдурел, что ли? Я говорю, это, говорит, она нормально. Ну, в смысле, я говорю, сколько стоит? Он говорит, до полтинника в месяц. Ну, вот. Но он не один носит ей зарплату. А сколько таких? Ну, сколько-то. Сколько-то. Мы не знаем, сколько. Потому что я не знаю же всех сенаторов. Если энное количество, вы ее делаете, сколько он судит? Ну, конечно, 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 конечно. Поэтому вопрос о подкупности вообще никогда не встает. Потому что человек честный, он всегда за зарплату работает. Никакой подкупности не может быть. Налажены твердые отношения, понимаете? Ну, вот. Значит, еще один вопрос я привожу. Значит, что о них могут подумать, сказала Егорова. Внимание, 788-107-0. Егорова спросила, Ольга Егорова, глава Мосгорсуда. Она говорит о судьях, но в связи с тем, что они громко хохочут. Что могут подумать? Что подумали вы? Скажите 788-107-0, и мы перейдем к прессе. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Владимир. Я бы подумал, что у фемитских женщин всегда слишком высокие звания. Подполковница и полковница, там частенько встречается. И на вашей исторической родине есть такая Аврора Римская. Где-где-где-где-где Аврора Римская? Напомните, я... На Дальнем Востоке. Да-да-да, напомните мне, она в Хабаровске, значит, и она несколько делала заявлений важных. Или она во Владике? Ну, чтобы мужчине дослужиться до такого звания, ой-ой-ой, надо попасть. А женщины быстрее растут, они дисциплинированные очень. Ну да. Потому что они на зарплате, они не берут взяток. И от этого смеются, что ли? Да, от этого смеются. Спасибо, пошли к прессе, нам главное не пересмеяться. Главное, внимание, относиться к судейским нужно с большим пиететом. Ваша честь, ваша честь, можно и бьешь поклон. Ваша честь, ваша честь, позвольте, ваша честь, перейти к обзору прессы, ваша честь. Поехали. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама. Как разделить имущество? Обезопасить бизнес? Оспорить завещания? Каждый вторник с 8 до 9 вечера адвокаты Влад Мусияка и Алексей Семенов помогают вам найти решение. Система защиты. В эфире русской службы новостей. Пришло время защитить себя. Цена помешательства начинается. Мазда 6 от 748 тысяч рублей. Подробности на mazda.ru. Предложение ограничено. Действительно, с 1 июля по 25 сентября в салонах официальных дилеров. Меня продают. Меня покупают. А я доволен. Доволен. Я поселок таунхаусов, маленькая Шотландия на Ленинградке. Наступило лето и вторая очередь продаж. Новые таунхаусы стоят от 6,5 миллионов рублей. Предложение ограничено. Звоните в корпорацию инком 363-3233 и покупайте меня. Покупайте. Корпорация инком 363-3233, 363-3233. Телефон рекламной службы 913-9963. Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее. С понедельника по пятницу после 12 часов дня доктор экономических наук профессор Никита Кричевский говорит правду о нашей экономике. В этот понедельник экономика российского образования. Гость в студии. Член Совета Федерации Александр Починок. Экономика по-русски. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. С Сергеем. Даренко. Найросен. Обзор печати. 10 часов 26 минут Екатерина Родина. Обзор печати. И вот в продолжении тоже заявлений председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой также ведомости заглавливает свою статью следующим образом. Свобода будет дорожать. Московские суды начнут активнее выпускать бизнесменов под залог. Но сумма будет значительной. Пообещала председатель Мосгорсуда и сказала сколько взяток брал, например, тот, кого осудили. Вот столько задержали. Столько и нужно будет под залог отдать, чтобы выпустили. Ну вот о больших суммах идет речь. Об этом в ведомостях читайте. Ну и главные новости минувших выходных. Это, конечно, в Кремле прошел Госсовет по молодежной политике. Практически в любой газете материал об этом вы найдете. Российская газета об очень интересных молодежных инициативах пишет. Считайте. И еще в российской газете «Скачки на сближение» называется статья о московском подроме, который стал для политических лидеров неформальной переговорной площадкой. И тоже чем закончились переговоры Дмитрия Медведева с представителями, с главами Южной Осетии и Абхазии, а также с лидерами Казахстана, Молдавии, Армении, Азербайджана и Таджикистана. Это тоже в российской газете. И еще... Я хотел сказать, что скакали ЧКВшки. Это важно, чтобы вы понимали, кто участвовал в «Скачках». То есть в «Скачке» скакала английская порода. То есть каждая страна СНГ, и в этом есть какой-то, может быть, не до конца расшифрованный символизм, каждая страна СНГ привезла лучших англичан, которые у нее есть. Но англичане сами по себе лучшие же. Англичане лучшие на планете, в смысле ЧКВ, да. И они, значит, вот все показывали ЧКВ. То есть это было не то, что там бежит казахский конь какой-нибудь, мохнатенький там, какой-нибудь еще, еще. Нет, нет, нет. Все были ЧКВ. И еще информация, которая уже облетела все газеты, издания и так далее. Дмитрий Медведев посетил Юнезбека Евкурова в Институте Вишневского. А российская газета публикует большую фотографию, где Медведев держит за руку Евкурова, тем самым и говорит худшее уже позади, и вроде бы все нормализуется, и скоро приступит к выполнению своих обязанностей Евкурова. Каждый божий день новости о стрельбе в Ингушетии. Каждый божий день. Еще информация такая, дымить запрещено. Со вчерашнего дня курение в общественных местах Турции обойдется в 45 долларов. Это информация для российских туристов, которые курят и которые собираются в отпуск. И вот продолжая тему путешествий, Комсомольская правда публикует статью о крымских каникулах. Красочно и живописно рассказывает корреспондент о том, как отдыхать. Пляжи всесоюзной здравницы инспектировал этот корреспондент и рассказывает просто свои впечатления. Ну, очень большой материал. Кто не ездил туда и подумывает, тоже могут обратиться к Комсомольской правде. Крым. Крым, 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 Крым. Ужасная вещь. Здравница, да, да, да. И что, и Комсомолка так считает? Комсомольская правда описывает, да, действительно. Абсолютно чудовищное местечко Крым. Ну, там такие, знаете, русская речь перетекает в украинскую минуту, как минимум десятка полутора оттенков. Да, про милиционеров тоже, про страшпорядка и так далее. Очень много информации. Вот, со стороны просто взгляд такой туристов. Нет, отравленный чебурек фигурирует. Туалет на улице, в котором огромные золотистые мухи. Милиционер, который подонок априори. Значит, тогда вчерашние, вчерашние беляши. Таксисты, которые назначают такие цены. Крым, Крым, Крым абсолютно чудовищное местечко. Абсолютно чудовищное местечко. Я говорю это с сознанием дела, потому что я родился в Крыму. Еще газета Труд, платный проезд в метро Петербурга, теперь водится для иногородных детей. Вот скажите, почему Крым чудовищное местечко. А есть только одна причина? Да, одна причина. И знаете, почему Крым всегда будет чудовищным местечком? Потому что там нет коренного населения вообще. Я не призываю вернуть татар. Просто есть места, где есть корни земли, где есть соки земли. Понимаете? Где есть люди в Москве, у которых там бабка родилась в Химках. Там пять поколений закончили МГУ. Понятно, да? Им совестно перед землей, перед могилами, перед окружающими. А в Крыму никого нет, они завидуют друг другу. Это все люди из эвакуации вернувшиеся. Ненавидят друг друга, завидуют друг друга. Абсолютно сволочной полуостров. 10 часов 30 минут, новости на РСН. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Предлагают связанный для пожарных бизнес, связанный с водой, Катя. Мы с Катей Родиной работаем. Бизнес для пожарных с водой, это вип-сауну открыть. Теперь, потому что пожарные должны быть связаны с водой всегда. Вода и огонь, но они оборяют огонь стихии. Понимаете? А еще есть пенка. Можно сауну с пеной. А что это? А, пенка. А, потому что погружить в колпачный, в пену такой. Я присутствовал однажды в Испании на дискотеке, которую... Пенная вечеринка. Полтора метра просто пену нагнали, и мы там сидели, делая... А, кстати, пенные вечеринки можно устраивать. Делается тоже, да? Вот, смотрите, правильно, все очень хорошо. Дальше, смотрите. Есть целая серия сообщений опять о милиционерах. Мне очень жаль, но мы не можем не обращать внимания на то, что милиционеры все время дают повод поговорить о себе. Например, в МК происшествия милиционер угрожал взорвать поезд в метро в Московском. Он угрожал на кольцевой взорвать поезд. А оказалось, что он служит там. Он просто служит, и он, 33-летний капитан, был командиром роты сопровождения поездов метро, который работал... Командир роты сопровождения поездов метро, который работал на кольцевой. Он, находясь дома на больничном и досадуя на временную нетрудоспособность, позвонил и обещал взорвать поезд на кольцевой. А сколько ему лет было? 33. Ну вот, пожалуйста, самый расцвет, о котором мы говорили. И чего? Нет, поэтому и надо 18-летних ставить. Вот тут мы должны поддержать. А уже 33, видите, девушка дозвонилась, там 30-32, 33 уже все. Все, 30-33, золотой возраст, сказала нам дама, которая нанимает... 30-32 она говорила, а 33 уже... Люба, Люба, она нанимает людей 30-32, а мы радуем за то, чтобы 18-летних всюду нанимать. Так вот, слушайте, значит, он сам охраняет там эту кольцевую, и сам же решил ее взорвать от огорчения, что испытывает трудности с трудоспособностью. И еще вот 30-летний участковый, уполномоченный УВД Южно-Сахалинска, это с Сахалина нам приходит новость, сбил насмерть двух студентов из Владивостока, которые приехали на Сахалинск, остались в строе отряда. А он их убил, они на обочине шли, а он убил и был очень сильным в алкогольном опьянении. Пьяный. Да, пьяный. Ну, а милиционерам можно пьяными ездить, им разрешать, и прокурорам можно, ничего не будет. И судим? И судим можно, ага, и депутатам можно. То есть есть довольно много людей, которые могут вправе ездить пьяными, потому что таково их высокое служение. Может быть, они даже должны как-то поддерживать свой статус службы? До какой-то степени они должны тренироваться ездить пьяными, милиционеры, конечно. Потому что тут нельзя осуждать, что милиционер ездит пьяным. Милиционеры, в этом его служение, конечно. В этом его долг перед Родиной ездить пьяным. Но его никто не смеет остановить, потому что он показывает корочку и все, и едет дальше. Но мы с Катей призываем милиционеров тренироваться. То есть как-то, может быть... В полях, может быть, тренироваться, чтобы перед тем, как на дорогу выезжать. Ну, чтобы не было таких случаев. Не, а может быть, когда не так много движения, может быть, по воскресеньям пить. Потом надо все время повышать планку, что можешь с стакана водки, а попробуй-ка с двух. А можешь с двух, а ну-ка попробуй-ка с трех. Новый вид спорта у нас тогда будет. Не останавливаться на достигнутом. Тогда милиционеры будут реже нас убивать, потому что у них будет тренированность феерическая. Понимаете? Они могут... Тогда, может быть, уже и два литра выжрет и поедет, и спокойно... И они могут змейкой вот так проехать, и все нормально. Я видел такого, и его отпустили. Причем я подъехал к ГАИ... То есть он был пьяным и змейкой, и тест прошел? Человек ехал змейкой. Я сумел его обогнать в один момент, когда он на встречной застрял, и думал, поехать ему дальше или нет. Я доехал до ГАИ около Дримхауса, вот здесь на Рублевке, и Лакшери Виллоч. Я доехал до ГАИ, сказал, там человек едет то по встречной, то по нашей, очень странно, змейкой. Его остановили. Я сказал, я готов свидетельствовать здесь, и вдруг чего, правда, потому что убьет кого-нибудь сейчас, мне кажется. Это правительственная трасса. Его остановили. Сказать сколько с ним разговаривали? Две минуты? Меньше. Он поехал дальше. Змейкой. Он повернул на подушку и поехал дальше змейкой по синусоиде. Потому что милиционеры-гайцы, которые его остановили, сочли, что он нормально ведет. Нормально. И он им, видно, тоже в окно сказал, нормально все. И дыхнул. И нормально. И удостоверение показал. И все. Понимаете? И все. То есть, это ровно вот так. Теперь смотрите. Значит, раз уж мы заговорили о спиртном, мы сейчас немедленно вернемся и поговорим о том, чтобы депутат Госдумы от Единой России, Валерий Драганов, известный Драганов, который бывший таможенник, мы тут его выручали все вместе с Единой Россией, его засудить, посадить хотели, всяко преследовали. Он объяснил, что нужно теперь всем показывать паспорт, чтобы купить алкоголь и сигареты, только предъявив паспорт. Вот какой законопроект. Не в сомнительных случаях, внимание, а только именно в любой, при любой покупке спиртного или табака показывать паспорт. Понимаете? Идет взрослый человек, явно взрослый, и должен иметь при себе паспорт, иначе ему не понадобится. Должен иметь при себе паспорт, да, 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 да. Мне кажется, даже, может быть, аттестацию какую-то проводить, потому что мало ли, что в паспорте нужно какой-то странице ставить аттестацию. Человек готов, например, к употреблению или не готов? 10 часов 39 минут, вернемся через минуту. В эфире «Русская служба новостей». Это заставило вас купить свежую газету. Заголовки дня. С Анастасией Аножко. В этот понедельник Евсюковщина непобедима? Капитан застрелил прапорщика из-за любви к майору. Историю леди Магбет милицейского уезда в эфире «РСН» рассказывает корреспондент газеты «Известия» Александр Андрюхин. Журналисты сами укажут на то, что написано между строк. После 11 на РСН. С понедельника по пятницу. Он прошел горячие точки бывшего СССР. Работал в Сербии, Ираке, Ливане. За его спиной больше ста командировок на войну, три ранения и сотни репортажей из районов боевых действий. Владислав Шурыгин и его комендантский час. Каждый понедельник мы говорим о войне, армии и военной истории. Комендантский час. На русской службе новостей. Секреты экономики. По средам в 8 вечера. Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. Что творится с нашей экономикой? Кто виноват? Что делать? Все тайное станет явным. Андрей Бунич на русской службе новостей. Секреты экономики. В эфире русская служба новостей. Подъем. Продолжаем с Екатериной Родиной. Кать, давайте, давайте, слушайте. Это же анекдотическая вещь. Она вообще достойна обсуждения или нет? Драганов предлагает продавать и табак, и спиртное только по предъявлению паспорта. Причем механически, вне зависимости от того, сомневается ли продавец. Понимаете, вы подходите, например, да? Я не пойму, сколько вам лет. 12 или 28, например, я говорю, Кать, покажи паспорт, ты покажешь мне паспорт. Я говорю, ага, теперь вот, пожалуйста, у жрис нет проблем. Значит, но он предлагает механически у всех спрашивать паспорт. Понимаете, да? Таким образом, это по существу механический шлюз некий, потому что я должен, а, достать паспорт, б, значит, его предъявить, продавец должен его облапать своими грязными руками, испортить мне, наконец, страницу. В мясе. Оторвать, весь он в жидком мясе, в каком-то, в каше, в каком-то, в фарше. Потом он вытерет мой паспорт, а свой фар, только от чего паспорт взялся еще грязнее и так далее. Здесь это механический фильтр. Это тема достойного обсуждения. А с другой стороны, меньше употреблять будут алкоголь, потому что пошел в магазин, забыл паспорт и нужно возвращаться. Вы понимаете, что она в силу анекдотичности, она мнится действенной только одному Драганову. То есть, кроме Драганова, я думаю, на планете еще 6,5 миллиардов человек, которые думают, что это просто хрень какая-то. Это абсолютно ерунда, просто ерунда. Давайте тогда лучше говорить не про Драганова с ерундой с этой, а про черный пистолет. Давайте про эту публикацию поговорим. Публикация, которая не устает, тема, которая, в общем, навсегда, потому что она очень важная. Это россияне стали активно приобретать средства самообороны, пишут новые известия. Тема чуточку летняя, потому что летом всегда вспоминаешь долгоиграющие темы, но она в высшей степени важная, потому что огромное количество людей оказались со стволами, не имея ни навыков обращения, и этот ствол, он романтически будит души, и он эти души толкает на применение оружия. Ну, как символ, как шпага, вот такой элемент, аксессуар. Конечно, 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 конечно. 10 часов 43 минуты я хотел бы, чтобы нам позвонил кто-то, кто купил себе пистолет, травматический, неважно какой, АСУ, что-то купил. Вот вы купили, 788-107-0. Расскажите нам об этом чувстве, 788-107-0. Вы купили АСУ или, бог весть, какой-то травматический пистолет. Поделитесь с нами, во-первых, зачем, во-вторых, что... У меня вот, горит. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, Константин. Константин, вы купили оружие вот такое травматическое. Вы знаете, я получил разрешение, но решил оставить эту идею. Почему? Расскажите. Ну, я сейчас по-моему въеду, могу пропасть. У людей очень много служебного оружия, и оно толкает к применению. Конечно, слушайте, вы достанете игрушечный, и он шмальнет из настоящего. Да, абсолютно верно. Абсолютно. У меня был бельгийский браунинг, когда-то очень давно, газовый. Но это совсем давно, я думаю, меня даже не посадят за то, что я говорю об этом по радио. Значит, тому уже более 15 лет. Но вы применяли его? Нет, конечно. А потом в результате я просто подумал, что когда я его достану, красивый бельгийский браунинг, но газовый, понимаете, да? Я его достану, а у того товарища, которому я начну его показывать, Окажется, боевой. Боевой. Он, полагая, что мой тоже настоящий, лепит мне между глаз. А потом еще у меня есть охотничье оружие, и надо понимать, что все-таки это оружие. Конечно, конечно. Все, спасибо. Спасибо, его надо прятать, его надо закрывать в сейф, и его надо... Вы купили, купили, да, вы купили боевое, травматическое, какое угодно, нарезное, ненарезное, осу вы купили. Вы что-то купили. Расскажите нам о своих чувствах. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Купили, да. Как вас зовут? Сергей, да? Нет, меня зовут Иван. Да, Иван. Расскажите нам о своем чувстве. Чувство защищенности усилилось? Да нет, на самом деле, получал разрешение на травматик одновременно с охотничьим. Все это дело положил в сейф, закрыл дом, и, в общем-то, никаким образом этим не пользуюсь. Смотрите, но для чего вообще? Ну, для чего вообще? Ну, на самом деле, наверное, с целью получения некой иллюзии защищенности, но в рамках дома, скорее, потому что... У вас отдельно стоящий дом или квартира? Да, отдельно стоящий дом. Смотрите, они зайдут, они пустят газ, они сейчас пускают газ, все спят. Это сейчас у меня соседей, когда грабят, вот соседей у меня брали, они вырезают стекло очень аккуратно. Или это ваши бывшие рабочие, или это ваши бывшие, кто бассейн вам чинил, или это бывшие, понятно, да, штукатурщики. Они знают отлично ваше расположение. Они пускают газ, вы спите абсолютно, они могут даже погладить вас по лобику, поцеловать в лобик. Я согласен, Сергей, на самом деле, но помимо каких-то профессиональных воров, да, грабителей, существует множество всяких маргиналов, наркоманов и прочего сброда, которые... Скажите, а сейфа с оружием у вас рядом с кроватью находится или нет? Нет, 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 он прикручен к синий и находится в гардеропе. На месте, да, да. Надо же добежать, оттуда достать оружие, как-то средства обороны организовать. Ну, конечно. Я согласен, но шансов же больше, если нет его совсем вовсе, правильно? Ну да, но если маленькая собачка, которая просто залает, когда начнут резать стекло, это не лучше, чем 10 больших пистолетов? Собачка тоже есть большая на улице. Собачку на улице они будут убирать, еще в доме нужна вторая. Ну да, надо продумать. Да, первую собачку они убирают с глушителем. Шпок в лоб. Нет собачки. Дальше еще нужна собачка, когда они начинают резать стекло, значит, нужна собачка, которая начнет тявкать, как дурочка. Тяв, тяв, тяв. Я задумываюсь обязательно. Конечно, понимаете, когда моптик какой-нибудь такой дурачочек. Может, сигнализация просто лучше? Да, да, спасибо. А? Зачем сигнализация? Сигнализация, да. Сигнализация, это милиционеры. Ну что вы хотите с милиционерами? Усталые люди. Посмотрите на эти уютные, абсолютно выкормленные туловища милиционеров. Как сильно? Собачка гораздо лучше, чем милиционер. Серьезно. И есть меньше. Собачка, она честная в этом смысле отличается в лучшую сторону. Вы купили оружие, расскажите нам. Вы купили оружие. Пожалуйста, расскажите нам о чувстве защищенности. Только что мы убедили Ивана, что ни черта это никого не защищает. Расскажите, пожалуйста, еще. Алло, здравствуйте. Алло. Как вас зовут? Меня зовут Олег. Олег, вы купили оружие. Ну, у меня было когда-то оружие, вот, такая, за пазухой можно было носить. И, знаете, такое чувство, всегда хочется, вот, ну, наступи мне на ногу, я вот тебе сейчас... Конечно, потому что оружие провоцирует. Он на самом деле больше провоцирует, чем защищает на что-то. Оружие зовет, оружие ты гладишь, конечно, я, я, я свой дурацкий бельгийский браунинг, прежде чем я его выкинул, я его выкинул, притом по частям, в два разных болота, значит, чтобы его не могли собрать. А я его все время носил в правом кармане и гладил рукой. Да, 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 ну, да, он, конечно, вызывает такое. Оружие провоцирует. Чувство твоей силы какое-то глупое такое. Как скипетр. Раз, да, спасибо, но вы теперь что, у вас есть оружие? Нет, у меня нет, я даже не думаю об этом, это глупо. Спасибо, спасибо. Смотрите, первое, оружие провоцирует, говорит нам Олег. Значит, дальше Иван сказал, что оружие, что он говорил, Катя, вы помните все, говорите мне. Он говорит, что добавляет чувство защищенности, даже если оно дома и в сейфе. В далеком сейфе, то есть далекий сейф сам по себе добавляет чувство защищенности. И даже если он не дома, он знает, что дом защищен. Далекий сейф, если продлевать вектор, сделайте так, чтобы этот сейф был где-нибудь в Цюрихе, вот когда возникнет настоящее чувство защищенности, истинное чувство защищенности воздвигнется в вашем организме, когда этот сейф будет даже не в гардеробной, а в совершеннейшем Цюрихе где-нибудь, вот тогда-то и да. Дальше, оружие провоцирует, раз. Второе, против игрушечного может быть применено настоящее, пишем, да? Против игрушечного может быть применено, ну, наша оса, ты достаешь осу, а у того он настоящий просто, он тебе бабах в лобешник, он же не знает, что у тебя оса. Настоящее. Два, да, это правда очень серьезный аргумент. Дальше, третье, я вам скажу, который вы еще не придумали, я уже придумал третий аргумент. Какой? Нападающий планирует, вы не имеете возможности планировать, понимаете разницу? Вот смотрите, вы сейчас можете взять и расхаживать, катая за собой гаубицу, Катя, вы. Вот я скажу, у Кати-то оружие елки, гаубица, слышишь, с гаубицей на работу приезжает. Значит, ну, если я собираюсь планировать нападение, планировать, Катя, внимание, то вы защиту ежесекундно не планируете, понимаете отличие? Да. Если у вас гаубица, я подойду, поставлю вам серьезно, сейчас говорю, шариковый, вот этот карандаш, хорошо заточенный по-кремлевски, хорошо заточенный карандаш вот у меня в руках, я приставлю вот так к уху карандаш, вот так вот дам ладошкой, и у вас будет на пол черепа карандаш, извините за грустную информацию. Понимаете, у вас карандаш вылезет из другого уха. Значит, мне достаточно карандаша против вашей гаубицы, почему? Потому что момент неожиданности. Потому что я планирую, потому что я планирую, а вы нет. В том-то и разница, в том-то и разница, Катя. Значит, вы должны либо ходить со своим оружием, как шарахнутая, непрерывно озираясь, непрерывно изображая из себя, будто вы в розовой пантере вот в этой экранизации, да? Вы же полоумная абсолютно, вы должны вкрадываться в туалет, потом вкрадываться вот сюда вот. На каждый шорох позу вставать. Абсолютно, занимать какую-то позицию, да-да-да-да. То есть, идиотничать. Либо вы должны признать, что нападающий всегда планирует, а вы, если вы всегда будете планировать, сделаетесь параноидальной чеканутой, совершенно в стрессе все время будете жить. Вы должны просто признать себе, что нападающий имеет преимущество. Вспомните этого, которого на Петровке жахнули авторитета. Снайпер его жахнул. Вокруг него шли, между прочим, целая толпа охранников. Но его снял снайпер, который знал, что вокруг него ходит толпа охранников, снял с крыши. Понимаете? Он вашу гаубицу знает, тот, кто нападает. А вы о его оружии не знаете. В этом специфика, Кать. Зачем тогда готовиться, когда он найдет с левой резьбой чего-нибудь? Понимаете? Не нужно готовиться. Конечно, конечно. Вы на танке, а он на вертолете. Вы на вертолете, а он в Турсом вас снимет. А вы так, а он так. Ну, он же готовится. Да, и на всякий случай нужно надевать наушники. У него работа такая. Какие наушники? Ну, чтобы карандаш. У него работа такая. У него работа зловещая. Работа у него зловещая. Сколько ты не готовься, один черт, он готовится. И вся твоя защита, есть для него просто обстоятельства, которые он просто обходит. Понимаешь, да и все, вот и вся разница. А сейчас так грабят в Подмосковье, в Одинцовском районе. Люба, дорого посмотреть. Ей-богу. Газ напустят, просыпаешься, чуть-чуть голова болит, квартира чистая, дом чистый, все чистое, все выметено. Ни черта нет, и все здоровые, живые идут завтракать. Все в порядке. Вот, пожалуйста. В этом интеллигентность современного грабителя, который еще неделю назад работал у тебя рабочим, и таким образом он грабит тебя дважды, и когда он у тебя работает рабочим, он тебя грабит, и потом, впоследствии, когда он приходит, напускает тебе газ. Понимаете? 10 часов 53 минуты. Хотите в движение рубрика? Конечно. Погнали, в движение. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Реклама. Болит спина, позвоночник, суставы. Вы больше не можете жить с болью. Пройдите процедуру криоблокада. В очаг боли вводится жидкий азот, блокируются болевые рецепторы, и вы не чувствуете боли долгие годы. Главное, процедура занимает не более часа. Пройдите процедуру криоблокада и избавьтесь от боли в позвоночнике и суставах на долгие годы. Записывайтесь в очередь на процедуру криоблокада по телефону 787-0303. 787-0303. Посоветуйтесь с врачом. Телефон рекламной службы 913-9963. Составить, оформить, направить. Для тех, кто не знает, как подступиться к юридическому вопросу, ежедневная консультация на РСН ведет народный адвокат. В этот понедельник адвокат Жанна Смаль. Звоните с 11.30 до 12. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. Русская служба новостей. В движении. 10 часов 54 минуты. Где едете? Что видите? Где едете? Что видите? Расскажите нам о движении в Москве. Где вы едете? Что вы видите? Все вас услышат и туда не поедут. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Антон, где едете? Что видите? От 3-го кольца до Домодедова, до аэропорта 25 минут. Отличная дорога. Слушай, Антон, а рядом взять М4, там ремонт. А, это за Домодедовым ремонт. Домодедово, я на Домодедово. Да, вот, а дальше, если пойти левее на М4, и там ремонт, ой, хорей. Правее, правее. Правее, 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 да, извините. И там ремонт такой неприятный, ужас. Ужас, ужас. Я был там вчера, что-то невомборозимое творилось. Да, и это ровно потому, что едут недисциплинированно, спокойно, друг за дружкой по 40 км в час, там, условно. А лезут все друг друга подрезать. А, и по обочине. По обочине, да, 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 спасибо. По обочине, при том, те, кто едут сюда в город, несутся по пыльной обочине, грунтовой, поднимая столбы пыли. А те, кто из города, несутся по асфальтированной обочине. Но это же очень страшно, потому что они, ну, в общем, дурка обычная, как всегда. Будучи предоставленными сами себе, славяне устраивают праздник. Это известно. Этот праздник называется такое, самореализация. Праздник самореализации. Мы умеем, отчего. Нам не жалко. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Александр. Да, Александр. Я просто хочу сказать, что сегодня первая Тверская, Емская, первая Брестская и вторая Брестская. Гаишники на мотоциклах ездят и отлавливают, естественно, мотоциклистов и скутеристов. Первая Тверская, Емская, первая Брестская, вторая Брестская. Гаишники на мотоциклах вышли с рейдом, ловят всех. А скутеристов, в смысле, смотрят какой движок, да? Ну да, они что-то тормозят, по крайней мере, вот я видел, да, как своими главными... Ну да, ну да, ну да, что 40... Тормозят, документы требуют у них там, все... Ну понятно, что у тебя 49 кубиков, а не 125, да-да-да. Да-да-да. Понятно, понятно, понятно. 10 часов 56 минут, мы с Катей Родиной...